посмотрите посмотрите точно так же коричневые и только жилки зеленые остаются и мое предположение что это все таки то удобрение что я купила и добавила в горшок с авокадо вот если внимательно присмотреться это удобрение распалось на сегменты я его не глубоко сажала видите вот они только эта причина другой причины я не могу найти но что я буду делать с этим растением я полностью поменяю ему грунт сегодня 31 марта и буду следить как она будет развиваться дальше надеюсь что конечно подрастет даже тоже гликсина которая обычно здесь в этом горшке полным ковром и как жиденько она растет и если сравнить вот с этой гелксиной посмотрите здесь земля ей нравится растет она замечательно видите как хорошо целый ковер для того чтобы легко было вытащить растение из горшка хоть я и в прошлом году пересаживала землю лучше вот так вот со всех сторон пройти по кругу горшка и и и и и и и и и Теперь этот грудь мне надо полностью отсюда убрать. Я пересаживала в прошлом году, поэтому ком конечно не заросший. Смотрите, вытаскиваю грунт. Вот здесь эти удобрения. Может быть переусердствовала, но мне сказали 4, я 3 положила. Придется сейчас весь этот грунт вымыть. Это крепежная у меня палка. Все, грунт я убрала. Буду вымывать в воде. Вот так буду вымывать. Надо убрать весь грунт, чтобы пересадить в совершенно новый грунт. Корни я промыла. Видите, полностью от земли. Осталась только корневая система и пенопласт, который был в корнях до прошлой пересадки. И сейчас моя задача полностью поменять грунт. Здесь у меня два деревца, можно их отсадить, но нет у меня желания, потому что некуда ставить. И так вся веранда заставлена цветами. Как дренаж у меня здесь пенопласт. Видите, добавила уже немножко грунта. И сейчас добавлю совершенно новый грунт. Грунт выглядит вот так. Видите, что здесь есть и вермикулит, и перлит. Дерновая земля, торф, кокосовый субстрат. Вот он. И земля хорошая, легкая. Авокадо не нужно, тяжелый грунт. Выкладываю на дно грунт. И сейчас буду примерять корешки. Держу на весу. Видите, легко. Это у меня крепежная палка. И я вот добавила грунт. Но там, конечно, очень все воздушно. Потому что в корнях много воздуха. Добавляю еще немного. И надо пролить водой. Чтобы все пространство между корнями заняла почва. Проливаю водой из прудика. Вот так. Пусть пройдет вся земля. И сейчас еще добавлю грунта. Если вы будете делать так же, как я. Освобождать корневую систему полностью от земли. Необходимо будет обязательно первый раз пролить. Дальше добавляю грунт. Видите, что корешки оголились. То есть весь грунт ушел туда. И уплотняю. И еще раз пролью. Вода вся стечет. Видите, пузырьки воздуха выходят. Это говорит о том, что там еще есть воздух. Поэтому стекает вся вода. И только потом еще добавляем грунт. Пересадка закончена. Гиоксину я высадила. И теперь хочу вам показать, что удалю больные листочки. Вот так. Эти более-менее. Вот этот совсем больной. Так я поступлю по всему деревцу авокадо. Вот это. Это. Надо дать ему силу. Тоже больной листок. И даже среди молодых есть много больных листочков. Ну, совсем уж удалять не буду все. Но очень надеюсь, что авокадо придет в себя. Это, как вы знаете, крепежная палка. И прикрепила я для того, чтобы держалось деревце ровно. Когда будет, отпадет необходимость придерживания, я ее просто уберу. И вот еще показываю макушку. На макушке тоже есть больной лист. Я его тоже удаляю. Вот так. Этот, ну, пусть будет пока еще терпимо. То есть вот в таком состоянии я убираю авокадо на веранду на свое прежнее место и буду наблюдать. Сегодня 31 марта. Вот так оголенно выглядит наш авокадо. Ну, будем надеяться, что оживет деревце. Продолжаю съемку 5 апреля. После пересадки авокадо прошло 4 дня. Пересаживала я 31 марта. И смотрю, что изменений в лучшую сторону нет. Вот эта макушечка, которая вроде бы была зеленой, также мучается. Нет изменений в лучшую сторону нигде. Видите, листочки закручиваются. Та же история, посмотрите, на всех абсолютно макушках. Вместо того, чтобы появилась сила у растения, силы никакой нет. Значит, зря я грешила на удобрения. Потому что такие удобрения я встречаю и в других горшках купленных. Выходит, все-таки это другое заболевание. И я получила сообщение от двух девочек, которые также страстно любят цветы. И у них практически та же история. То же самое. Если я грешила вначале на холод. Оказалось не так. Потом думала удобрения. Это тоже нет. Выходит, это какой-то вирус. И можете прочитать сообщения, которые прислали мои видеозрительницы. И также фотографии. Посмотрите. Практически одно и то же. Значит, это какое-то вирусное заболевание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода. Возможно, кто-то знаком с этим. Можете откликнуться. Можете посоветовать, что делать. Я развожу руками. Не хочется применять более кардинальных мер. Потому что всего пять дней как прошла пересадка. И грандиозная пересадка для растения. Но, видимо, придется применить другие методы. Посоветовалась в агромагазине. И мне предложили воспользоваться иммуноцитофитом. Попробую одна таблетка на литр воды пролить. Но нужно дать время немножко акклиматизироваться в новой почве этому деревцу. И также посоветовали вот такой антибиотик. Метранидазол. Одну таблетку на литр. Даже не знаю. Честно не знаю, что делать. Или применять фитоспорин с иммуноцитофитом. Все-таки фитоспорин помогает. Вот такое лечение предложили в агромагазине. Фитоспорин. Через дня 4-5 иммуноцитофит. Одну таблетку. И опять через 4-5 дней. Эпин. Одна упаковка. И кристаллон. 25 грамм на 5 литров воды. Уже даже не знаю. Может применить гумат. Здесь микроэлементы. В общем, у меня вот такой состав. Возможно, кто-то знает. Я с таким заболеванием, как наблюдается у моего деревца авокадо, не встречала. Отзовитесь. Нужна ваша помощь. Я очень не хочу, чтобы моё деревце погибло. Поэтому, большая просьба. Если знаете, как помочь и что это за заболевание, пожалуйста, напишите в комментариях. Уже после пересадки в новую землю растение не оживает. Значит, что-то с ним не так. Возможно, действительно это какой-то вирус. Нужна ваша помощь. Всего доброго. Жду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова